Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня в выпуске следующие новости. На Valve подали коллективный иск из-за завышения цен. Sumo Digital проведет увольнение по всем своим студиям. В Fortnite состоится концерт группы Metallica и многое другое. Против Valve подали коллективный иск в Великобритании. Компанию обвиняют в использовании своего доминирующего положения на рынке для завышения цен на игры в Steam. По словам инициатора и куратора дела, Valve заставляет издателей игр подписывать обязательства по баритету цен, тем самым запрещая продавать свою продукцию на других платформах по сниженной стоимости. Это, в свою очередь, приводит к повышению цены на игры в Великобритании. Судебный иск также поддержала юридическая фирма Milberg London LLP. В итоге к Valve предъявили претензии на сумму в 656 миллионов фунтов стерлингов или же около 840 миллионов долларов. Сама компания ситуацию пока не прокомментировала. Netflix показали первый тизер анимационного сериала «Сумерки богов», авторами которого являются Зак Снайдер и Джей Ольва. В небольшом ролике продемонстрировали первый кадр шоу, а также объявили, что его премьера состоится на стриминговом сервисе Netflix 19 сентября. Напомним, сюжет проекта расскажет о дочери гигантов Сигрид, свадьбу которой прерывает некое трагическое событие. После этого она собирает команду и отправляется в путешествие, чтобы отомстить богу. Всего для сериала запланировано 8 эпизодов. Компания Ubisoft поделилась новыми деталями грядущего третьего сезона для проекта Skull and Bones, получившего подзаголовок «По следам дракона». Разработчики уточнили информацию о ряде нововведений, о которых сообщалось ранее. В частности, в роли нового сюжетного персонажа выступит отступница из фракции «Коготь дракона». Ее появление окажет воздействие на мир проекта и поможет игрокам в новых активностях. Следующим легендарным чудовищем, с которым предстоит сражаться пользователем, станет «Летающий дракон». А в рамках нового PvP-режима появится возможность повысить свой прогресс, а также получить новые награды. Геймплейных подробностей нет, но отмечается, что режим будет доступен в бесплатной, ограниченной по времени версии. Компания Microsoft объявила сроки релиза глобальной исторической стратегии ARA History Untold. Игра должна будет появиться на ПК, в Steam и Windows Store 24 сентября. В этот же день она станет доступна владельцам подписки PC Game Pass. Напомним, по задумке авторов, в проекте пользователям предстоит создать свою страну и провести ее через 12 технологических эпох. Среди особенностей отмечают нелинейное дерево технологий, национальную ремесленную экономику, поддержку синхронной и асинхронной облачной игры, возможность наблюдать за жизнью горожан, а также одновременное совершение ходов всеми странами, что является нетипичной механикой для пошаговых стратегий. Сумо Digital, известная по хорору The Texas Chainsaw Massacre, объявила о проведении сокращений. Согласно официальному заявлению представителей студии, под увольнение подпадут 160 сотрудников, что составляет примерно 15% штата по всей группе студий в Канаде, Великобритании, Польше, Чехии и Индии. В качестве причины разработчики назвали те же проблемы, с которыми сталкиваются другие компании в игровой индустрии. Помимо этого уточняется, что в ходе реализации процедуры может быть полностью закрыта одна из студий – канадская Timbre Games, на данный момент работающая над двумя неанонсированными тайтлами. Embracer Group сообщила о закрытии сделки по продаже Gearbox Interactive компании Take-Two Interactive Software за 460 миллионов долларов. Официальное объявление появилось на сайте компании. Согласно публикации, стороны выполнили все условия соглашения, заключенного 28 марта текущего года. Теперь Take-Two официально владеет серией игр Borderlands после того, как в течение долгого периода времени выступала только ее издателем. Авторы аниме-сериала Neera Automata Ver1.1a, адаптации одноименной серии игр, объявили сроки премьеры продолжения шоу. Официальная информация появилась на сайте Тайтла. Запуск второго сезона сериала должен состояться 5 июля. Из подробностей пока лишь известно, что открывающую тему аниме Black Fox исполнит певица Лиса. Количество планируемых эпизодов, а также сюжетные подробности пока не указываются. Разработчики Path of Exile 2 официально представили новый игровой класс «Ведьму». Авторы выпустили ролик, в котором продемонстрировали геймплей за персонажа. Отмечается, что герои этого класса обладают возможностью призывать миньонов и управлять ими. Появившиеся таким образом приспешники смогут открывать двери и сундуки, а также атаковать противников. Других подробностей о классе нет. Напомним, релиз Path of Exile 2 ожидается в конце текущего года на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Студия Team Asobi поделилась планами по поддержке тайтла Астробот после его премьеры. Информацию рассказал руководитель команды Николас Душе в рамках интервью с журналистами издания IGN. По его словам, на релизе в игре должно появиться 80 уровней. Однако это количество будет постепенно увеличиваться благодаря выпуску бесплатных дополнений, которые начнут появляться вскоре после запуска. Помимо этого студия готовит некоторые сюрпризы для игроков. Однако подробностей об этом пока нет. Напомним, премьера Астробот должна состояться 6 сентября. Названо точное время, которое потребуется на прохождение Star Wars Outlaws. Цифрами поделился Джулиан Геррити, геймдиректор проекта. Согласно его заявлению, изданию VGC с приблизительным хронометражом определились еще на ранних этапах разработки. Более конкретно, основной сюжетный контент можно будет пройти за 25 или 30 часов. А в том случае, если игроки будут выполнять побочные задания, этот период увеличится до 60 часов. Геррити отметил, что это все равно большая цифра, особенно для работающих людей. Напомним, релиз Star Wars Outlaws должен состояться на ПК, Xbox Series и PlayStation 5 30 августа. Epic Games Store анонсировала проведение концерта группы Металлика в Королевской битве Fortnite. Согласно официальной информации, сегодня, 13 июня, в проекте начинается сезон Металлика, вместе с которым во внутриигровом магазине появятся особые тематические товары. Также станет доступен новый режим с музыкальной PvP-ареной для 16 игроков. 18 июня стартует Кубок Металлика в формате Королевской битвы, а 22 июня в 21.00 по московскому времени пройдет первый концерт группы Металлика. После этого его повторят в полночь и 6 утра 23 июня. В тот же день коллектив будет выступать в 17 часов, 21 час и полночь. А теперь календарь событий на завтра. Пятница, 14 июня. Пройдет презентация ремастера Lollipop Chain Soul. Состоится релиз Shin Megami Tensei V Vengeance. И выйдет ремастер Monster Hunter Stories. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по новостям. Напоминаем также, что у нас есть канал в ТикТок, где два раза в день выходят короткие сфотки новостей, и группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки в описании под видео. Там же ссылки на наши страницы Boosty и Donation Alerts для помощи в существовании и развитии канала. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч!